Вы бы видели мое лицо, это был шок и радость. Это замечательно. Я очень люблю детей. Теперь у меня тоже будет ребенок. С которой, наверное, интересует многих, запланированная ли беременность. Каждый раз говорила, что ну нет, ты до сих пор не можешь иметь детишек. Нет, у тебя сейчас не получится, овуляции нет. Привет всем, меня зовут Лера, Лера Фомина. И сегодня невероятно волнительное видео для меня. И это правда самое-самое искреннее видео на этом канале, потому что здесь я говорю о таком личном, о котором никогда в своей жизни не говорила. И я проведу вас через ту историю, через которую я сама прошла за все это время. Я не знаю почему, когда я начинаю говорить на эту тему, у меня уже наворачиваются слезы. Это слезы радости, счастья от невероятных эмоций. Я этот секретик такой маленький свой личный хранила внутри себя, внутри семьи. Это история, которая, я думаю, заслуживает внимания. И эта история будет поддержкой для многих девушек, которые еще не знают, что беременны. Или уже беременны, или возможно уже родили. Я рада, что сейчас мы все с вами собрались. Давайте представим, что вы сейчас сидите со мной на моей кухне или в моей комнате. Мы с вами пьем чай, болтаем, и я рассказываю вам что-то невероятное. Боже мой, внутри такая дрожь. И сейчас я скажу вам это, я говорю вам это, что я беременна. Как вы можете заметить, мы не совсем большие, но мы уже есть, мы виднеемся. И мне не верится, что вот этот небольшой животик, который вы можете заметить в кадре, теперь он с нами. На самом деле я снимаю это видео достаточно заранее, потому что его очень долго монтировать. Здесь безумно много будет вставок, классной информации. И поэтому я прям заранее-заранее его снимаю. Я приготовила просто очень крутецкую фотографию в свой инстаграм. Она такая символичная, она такая классная. И там как раз таки я напишу уже про то, что происходит в настоящем, какой у меня сейчас срок беременности. И все-все-все-все вот это вот. Итак, я начинаю свою историю. Как вы помните, мы переезжали в Сочи. И на самом-то деле посыл у нас был один. Создавать там семью. Но когда я приехала, 28-го числа, получается, мы улетали. 29-го числа я проснулась, и я была в пятнах. Эти пятна напоминали укус, и Валера сказала, что меня покусали клопы. Я безумно сильно испугалась. И тогда позвонила в клинику, записалась к дерматологу. И, собственно, пришла к нему. Когда меня начали обсматривать, мне сказали, девушка, у вас ветрянка. Как оказалось, я не болела ветрянкой в детстве. Никогда об этом не задумывалась сильно. Я достаточно часто видела детей, которые болеют ветрянкой. Я не знаю, почему вот так вот сложилось, что я заболела ветрянкой ровно в тот день, когда я прилетела в Сочи. И все это какое-то странное стечение обстоятельств. Но, к сожалению, она протекала не самым лучшим способом. И у меня нет, не было какой-то высочайшей температуры или прям столько пятен, что не было места, да, там, на моем теле. Но у меня пошли осложнения. Потому что, спасибо врачу, который меня смотрел, она даже не сказала мне, что мне нельзя быть на солнце. Мне нельзя, там, да, принимать ванны. Что мне стоит сразу начать мазать, например, свои ранки тем же самым фукорцином. Нет, мне просто сказали, раствор едино, можешь им помазать и иди. То есть меня больше ничего не спрашивали, больше ничего у меня не узнавали. А от того, что я впервые в жизни столкнулась с этой болезнью, конечно же, я такая просто, что? Ну, ок, вроде как пока что не сильно чешется. И это были первые дни. Спасибо, конечно же, вам, людям, которые смотрели мои сторис и говорили мне о том, что... Хей, Лера, это не ок, ты должна сидеть дома, у тебя должен быть режим и так далее. И благодаря тому, что вы меня повестили, я сообразила, подумала, окей, все поняла. Поговорила с мамой, с бабушками и так далее. Да, они мне сказали свои, дали какие-то рекомендации, но было, видимо, уже поздно, потому что у меня пошли осложнения. И в этот прекраснейший момент мне назначают антибиотики. Меня никто не спрашивал, конечно же, ни про какую беременность, ни про что. Мне просто назначают антибиотики, мне назначают противовирусные. И, собственно, ну, начинается моя история. К сожалению, не такая счастливая, как я себе представляла всю свою жизнь, знаете. Мы же все когда-то представляем себе какую-то сказку, какую-то картинку и думаем, что в нашей жизни так и будет. Но нет, в нашей жизни не всегда происходит все так, как мы себе представляем. И, к сожалению, я стала понимать это уже потом. На момент, я не знаю какой, мы уже, получается, переехали в новую квартиру. Когда ветрянка стала сходить, я поняла, что у меня достаточно длительная задержка. Вот, и я всегда раньше делала тест сразу же, то есть, если была задержка. Но на данном этапе своей жизни мне сказали, что из-за ветрянки она может быть, плюс у нас был перелет. И я первый раз в жизни купила самый дешевый тест, который показывает две полоски. И утром я проснулась, Валера еще спала, я пошла в ванну и стала делать тест. Боже мой! Это такой, я не знаю, момент. Вы бы видели мое лицо, это был шок и радость. И когда я окунула вот эту вот штучку, полосочку, тест, и стала видеть одну полоску, я такая, ну все как обычно, одна полоска. И на секунду я задумалась, почему первая полоска появилась не крайняя, а которая ближняя. И я смотрю на тест, и появляются две яркие красные полоски. Я просто была в шоке. Я еще не знала ни о каких последствиях от лекарств, от ветрянки и так далее. Просто я помню свое лицо тогда. Это надо было видеть. Конечно же, вот этот счастливый момент на секунду прерывала мысль о том, что когда я заболела ветрянкой, просто каждый мой родственник, каждый человек, который писал мне в комментарии, в комментарии, собственно, говорил о том, что главное, что не во время беременности. Минут 20 назад я узнала, что я беременна. Я в шоке. Я счастлива, но я очень сильно переживаю, что ветрянка болела. И я не могу поверить в это. И мне нужно сказать, Валерия, я пошла покупать еще два теста, которые показывают сроки. Вот они. Хотела четыре, но они сказали, не переживайте, вы точно узнаете. И у меня просто... Я хотела снять эмоции. Первое, я была в шоке. Я просто... Ну, то есть, я не ожидала... Ну, как бы я предполагала, что такое, возможно, но не ожидала. И я просто... Впала в какой-то ступор неверно. Это так волнительно. Это настолько непередаваемые ощущения. Я в шоке. Сейчас взяла воды и купила фолиевую кислоту сразу же. И думаю теперь, как сказать Валере об этом все. Мне просто не верится. У меня аж кислород перекрывает. Это... Это счастье определенно, это счастье. Столько сразу волнений из-за того, что я же болела. Ладно, все будет хорошо. Надо сойти домой и не плакать. А не плакать не получается. Это так неожиданно и волнительно. Это замечательно. Я очень люблю детей. Теперь у меня тоже будет ребенок. Вопрос, который, наверное, интересует многих. Запланированная ли беременность? Потому что вы видели все предложения и так далее. О котором, ну, сейчас я вам расскажу, естественно. Да, это была запланированная беременность. Проблема была в том, что вообще я пила до этого таблетки. Три года. Гормональный таблет. Противозачаточный. Я их пила, потому что мне их назначили. Назначил мне их врач, когда в 19 лет я пришла. Такая молоденькая, ничего не знающая. Мне только исполнилось 19. И я сказала. Здравствуйте. Мне кажется, что у меня повышен тестостерон, потому что у меня прыщи на лице и высокая волосатость. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? И гинеколог сказала. Слушай, ну да, наверное, у тебя повышен тестостерон. И у меня не взяли там никаких анализов и так далее. Мне просто назначили таблетки. Тогда вообще их назначали всем поголовно. Говорилось, что от них становится кожа лучше и так далее. Но такие таблетки имеют очень серьезные последствия. Столкнулась я с очень большой проблемой. В тот момент, через 3 года, когда я стала понимать, что вообще значат эти таблетки, как они могут влиять на наш организм, к сожалению, уже было поздно, потому что уже достаточно большое время я их пила. И когда я пришла к врачам, мне стали говорить, пей их, пока что не захочешь забеременеть. А я как бы, ну, думала, что это должно быть все как-то органично, по природе. Я не хотела, чтобы это было с помощью таблеток. В конечном итоге я просто перестала пить таблетки, пришла к врачу и сказала, можно ли мне как-то восстановиться. Мне сказали, что все, само восстановится. В итоге у меня начались задержки очень сильные. У меня началась одна задержка на полтора месяца, вторая и так далее. В общем, организм стал, видимо, восстанавливаться. Понятное дело, что он привык, что не он функционирует, а за него выполняют все функции таблетки, собственно. И я пришла к врачу и говорю, так и так, ну, давайте восстанавливаться. Мне сказали, что особого восстановления не нужно, сходи и сделай УЗИ. Я сделала УЗИ, и мне сказали, что у меня нету овуляции. И такое УЗИ я делала на протяжении полугода. Бабушка, которая мне его делала, взмахивала руками и говорила, что такое? В твоем возрасте у тебя должна быть овуляция. Каждый раз говорила, что ну нет, ты до сих пор не можешь иметь детишек. Нет, у тебя сейчас не получится, овуляции нет. И я прихожу к врачам, спрашиваю, когда овуляция начнется, когда мне можно рассчитывать, на что. И разводят руками и говорят, что ну мы не знаем, у кого-то это занимает год, у кого-то два, у кого-то три и так далее. Я думаю, что вы понимаете, что я тогда чувствовала. И нет, мне не было принципиально прямо вот сейчас там делать детишек. Но тот факт, что тебе говорят, что неизвестно, когда у тебя получится, и получится ли вообще. Любую девочку, которая хочет детей, трогает просто до глубины души. И для меня семья это всегда было безумерно важно. И когда каждый раз я приходила, я и лечилась, и делала все, что мне говорили. Просто в общем в какой-то момент все мои надежды, да, там позитивный настрой. Он так сильно разрушился, я вышла и так сильно расплакалась. После очередного УЗИ от этой бабулечки, и Лера это увидела, он увидел, насколько сильно я стала переживать. То есть когда не было спустя полгода никаких сдвигов, вообще ничего. И он предложил поговорить. Мы сели с ним, мы начали разговаривать, и он сказал, что мы любим друг друга, что мы все равно семья, и что лучше нам начать пораньше пробовать, заводить детишек. И в любом случае мы будем всегда вместе. И мы пришли к выводу, что действительно лучше начать сейчас пробовать, тестировать. Может быть на вот этих вот феромонах и так далее все получится. И мы восстановим вот этот вот естественный баланс, так скажем. Мы начали. Но, к сожалению, ни с первого, ни со второго, ни с десятого раза у нас ничего не получалось. И в какой-то момент просто мы решаем, что, короче, нет, это неправильно. Нужно расслабиться, нужно успокоиться, нужно не зацикливаться, и нужно получать достаточно витаминов, достаточно энергии, солнышка, нужно поехать в те погодные условия, где нам будет комфортно, хорошо, где мы могли бы расслабиться. И мы приняли решение переехать в Сочи для того, чтобы создавать там семью. И вот вы представляете, да, возвращаясь к моменту, когда вот я еще как бы не до конца вылечилась от ветрянки, я узнаю, что я беременна, это было для нас счастье. Это было для нас удивлением, знаете, мне кажется, как бы кто ни планировал. Это было удивлением, потому что до этого не получалось, не получалось, не получалось, а сейчас бах, и получилось, и прямо вот, мы только переехали. И наступает момент, когда нужно говорить Валере о том, что у нас будет ребенок, и о том, что я беременна. Валера просыпается, это было так забавно, что он просыпается, и он начинает говорить, боже, мне такой странный сон приснился, там была какая-то война, что-то еще. А у меня, представляете, в голове только одна мысль. Вот одна мысль в голове И мы садимся есть Очень-очень милый и трогательный момент После этого мы пошли в парк Мы посмотрели на черных лебедей Это был самый большой парк южной культуры Получается в Сочи Он был прямо рядышком с нашим домом И мы все посмотрели, погуляли И такая была эйфория Столько было эмоций Но меня все не покидала мысль о том Что все в комментариях мне писали Что хорошо, что там ветрянка Не во время беременности и так далее Я решила как человек, который переживает за свою психику Не бежать в интернет И ничего не гуглить, а пойти к врачу Вообще про врачей Это может быть отдельная история Если вы хотите, я сниму прям ролики Про то, как прошло мое первое УЗИ Мой первый прием Это просто взрыв мозга, если честно И вот я такая счастливая Мы с Валерой такие на энтузиазме У нас будет ребеночек, мы так рады Вы представляете, это просто Ну как долго мы его хотели И вот у нас все получилось И в итоге мы идем на УЗИ Все в частную клинику Я прихожу, меня смотрят Я говорю, знаете, я правда Ну только-только переболела ветрянкой Наступает момент Но это если вы хотите Я сниму отдельное видео Вообще про весь сеанс Но суть в том, что когда я вышла из кабинета Я вышла вся в слезах Потому что мне сказали, что Ну вы конечно смотрите сами Но на вашем месте На вашем месте И я посоветовала бы вам Сделать аборт Гробовое такое, знаете Молчание было И на основе того, что у меня была ветрянка То есть эта болезнь Оказалась одной из самых страшных Когда ты беременна Входит она в торч-комплекс И... Я надеялась, что на момент этого видео Я буду плакать Просто то, что я пережила в тот момент Мне нельзя плакать, нельзя плакать Нельзя на самом-то деле Ну я не хотела бы, чтобы кто-либо вообще Когда-то пережил то, что испытала я То есть это не был спонтанный ребеночек И я не карьеристка такая Чтобы в первую очередь для меня была карьера И так далее Я всегда мечтала о семье И это было взаимно Что самое главное И наступает момент, когда Ты думаешь Черт Это происходит со мной Это что, правда происходит со мной? Да ну, не может быть Это мой... Ну, с кем угодно, но не со мной Нет, Лера с тобой В общем История была очень сложная и долгая И поэтому я была такая странная То есть в инстаграме куча сообщений о том Что, господи, ты так там пострашнела Ты стала такой, не такой Честно, как я вышла из кабинета Жизнь стала другой Я ничего не могла с собой сделать Я знала, что мне нельзя нервничать Я знала, что мне нельзя плакать Я знала, что мне нельзя переживать Но есть что-то, что сильнее тебя И наступает просто тьма в моей жизни Потому что я очень хочу с кем-то поделиться Но родители должны были приехать через две недели Я хотела сказать им лично И плюс я знала, что мама будет очень сильно волноваться Единственная, с кем я поделилась Была моя крестная У которой четверо детей Которая сразу же мне сказала Что нужно посетить несколько врачей И примерно из пяти врачей Только один мне сказал о том Что я не могу делать никаких заключений Никаких выводов Пока вы не сходите к инфекционисту Инфекционист в Сочи один И я поехала из Адлера в Сочи Это было очень тяжелое время Потому что никто не хотел браться за меня То есть ставить меня на учет Они думали, либо у меня будет выкидыш Либо там у меня все будет плохо И я решила все-таки выпить эту волшебную таблетку Все, я успокоилась Потому что очень трогательно Говорить мне об этих всех вещах Очень волнительно Вспоминать вообще Раньше я как бы даже не могла рассказывать эту историю Говорить кому-то об этом Я вообще ничего не говорила Сейчас, конечно, я чувствую себя намного увереннее Лучше И поэтому я снимаю это видео И приняла решение, что уже можно рассказать вам Чем так страшна вообще ветрянка Во время беременности Ровно так же, как и краснуха Краснуха это еще страшнее Ветрянка страшна тем, что Переболев ей во время беременности В определенные периоды Есть очень большой риск того, что Твой малыш может быть таким Каким-то не таким, как все малыши В общем, у него может быть синдром Дауна И прочие синдромы Проблемы с хромосомами Заражение его крови через твою кровь И повреждение эмбриона Если это первые недели беременности А честное слово, скажу вам Это, ну, вот этот период Он настолько сильно меня поменял Всю мою жизнь поменял Все мое мировоззрение поменял Насколько я пере... Просто переоценка всех ценностей произошла Я правда, я плакала днем и ночью Я просыпалась от панических атак Я была агрессивная Я была... Я не могла ничего с собой сделать Я так боялась, я так переживала И единственное, что мне помогло Это медитации, практики дыхания Клянусь, раньше, когда я медитировала Когда я пыталась успокаиваться Когда я слушала мантры и так далее Все это было в форме а-ля Медитируем сегодня на деньги Медитируем на хороший день Я обожала все это Всю тему духовности У меня, вот, вы знаете, что курс От мечты к цели Что у меня марафон, храм души Но когда ты, ну, делаешь это все Для здоровья, для себя Когда здесь ты понимаешь, что есть реальная проблема И встает вопрос Сможешь ли ты медитировать? Сможешь ли ты действительно мыслить позитивно? Когда ты приходишь к врачам А тебя не хотят ставить на учет Потому что ты какая-то не такая беременная женщина И так далее Честно, это длилось Вот это мое истерическое поведение Вот ровно до приезда родителей Очень я очень благодарна вообще Валерии За то, что он смог правильно себя вести Первую неделю, конечно, у него тоже был шок Сумбу, непонимание Почему я такая нервная Успокоение меня Сам нервничает, переживает и так далее Но колоссальная была поддержка от него Честно, уже ко второй неделе я поняла Что так больше продолжаться не может Что я не могу столько плакать Я не могу столько не спать Какая-то странная глупость В течение обстоятельств Заболеть ветрянкой ровно в момент беременности Вполне вероятно, что для меня Это, возможно, был какой-то урок И я очень долго анализировала, думала Кое-что я для себя нашла в этом Теперь я более внимательнее к этой сфере жизни Но это такое более уже личное, конечно Меня вытянули из всей этой депрессии Медитации, мантры, правильное дыхание Первые разы, когда я садилась медитировать Что я делала? Я плакала Я просто плакала, когда я включала медитации для мам Когда говорили, представьте своего малыша Я плакала Я никому не желаю, честно Вот пережить это переживание за своего ребеночка Которого ты так безмерно сильно любишь Но когда тебе на каждом шагу говорится О, да ты еще молодая, 10 тысяч раз родишь И у тебя страх, у тебя волнение Что вы говорите? Нет, пожалуйста Я реально, я просто медитировала Я слушала мантры Я направляла все свои мысли Визуализацию, все Просто на то, чтобы чувствовать себя так Как будто я действительно здоровая женщина Как будто бы у меня не до сих пор остались несколько пятен от ветрянки И все у меня хорошо Каждый из нас когда-то делает выбор У меня получилось Это было невероятно сложно Но у меня получилось И для меня это был просто шикарный опыт Я поехала к инфекционисту Инфекционист должен был взять у меня анализы Но там сидел старый дедушка Который на меня посмотрел и сказал Доченька, ты чего переживаешь? Когда была ветрянка Он сказал, что кровеносная система ребенка Образуется на пятой-шестой неделе И что если бы ветрянка повредила плод То уже я бы это знала Поэтому все хорошо Ты прожила этот момент Кровеносная система у ребенка образуется чуть позже И его это не затронуло Я не знаю, как это дяденька Который не взял даже у меня анализы крови и так далее Смог внушить в меня веру Но он внушил И я стала еще увереннее С каждым днем потом приехали родители И поддержка Валеры Которая была просто невероятная Я желаю, чтобы с каждой женщиной беременной Рядом вообще был такой мужчина Чтобы у каждой из вас была такая поддержка Мы сдали кровь У нас риски в общих доступных нормах То есть низкие И как у всех женщин, которые нормально переносят беременность На скрининге у нас шикарный курносый носик Я выдохнула Я правда выдохнула Я ждала 1 ноября Потом кое-что произошло И я очень начала волноваться Сходила на скрининг Но тоже все хорошо Об этом я просто буду дальше рассказывать в своих видео Потому что эту историю невозможно пронести Через все, все, все видео Как все-таки произошло предложение Валеры Наконец-то я могу вам рассказать полноценную историю Потому что это на самом деле было безумно романтично и прекрасно И вы можете сейчас это посмотреть Покажите, что там за бота А потом у меня на бота Ну-ка Вы видите бота? Да, да, да Выскочит что-то Я только хотела сказать Я только хочу для тебя Марсик Мама такой Есть И Бум Ахахахахахахахахахаха Хахахахахахахаха Коробочка в крови, имула пережка Нам бы так Можно в сказку, да Ну понятно А как думаете, там будет что-то в другой коробке? Коробочка Ага, это mention А? Ты думаешь, нам нужны коробочки дома? Ну Никогда не пише Л ag Хорошо Сначала думала, что это большое, теперь начинаю думать, что там вообще ничего нету. Возвращение неожиданно. Да, ну и офигеет. Идея, я тебя втюмну. Ничего себе. Слух нету, нифига себе. Я уже так долго хотела сказать, а я с тобой уже так ждю. Поздравляю вас, сними, сними, сними. И сколько? Ничего себе, как ты чувствуешь. Ой, Сема. Ой, как я такой. Привет. Выдезай мне. Мне море поделать. Они обрежали папу и тело. Правда, как у меня тряслись руки, как я переживала, как я плакала. Буря эмоций, буря всего. Но сейчас я успокоилась. Сейчас все хорошо. Конечно, когда сейчас я начала ностальгировать, вспоминать всю историю, я смогла себе помочь, я смогла вытянуть себя из этого состояния. И хочу сказать, если у вас есть какие-то переживания касательно своего здоровья или здоровья своего малыша, пожалуйста, верьте до последнего. Да, я тоже имею какие-то переживания и волнения, но сейчас я поняла, что в любом случае очень многое зависит от нас, и мы должны максимально верить в лучшее. Во мне растет прекраснейший маленький малышочек, маленькое солнышко, которое мы безмерно сильно любим и которое мы невероятно ждем. И я никогда не передам то счастье, внутреннюю энергию, которую я испытываю. Это, это просто, это счастье. Я безумно рада, что я наконец-то вам рассказала, потому что у меня сейчас куча походов к врачам, куча всяких моментов, которые мне хочется обсудить, с вами поговорить. Я столько нового узнаю, и я понимаю и чувствую, что я должна рассказывать, я должна делиться. Конечно, есть момент, когда я думаю, боже, поскорее буду родить уже, чтобы посмотреть на своего малыша, но всему свое время нужно наслаждаться этим моментом. Я наконец-таки успокоилась, начала жить настоящим, начала приводить себя в порядок, начала снимать видео, делиться с вами всем тем, что происходит у меня внутри. Я думаю, что информация, которую я буду с вами делиться, поверьте, за вот это вот время моих переживаний и волнений я перечитала столько книг, столько информации. Я переговорила с разными людьми уже, нашла себе долу, знаю, как я буду рожать, в общем, наконец-то я пришла в стабильное состояние, когда я могу с вами делиться, могу с вами все это обсуждать и могу сказать вам спасибо, что вы есть у меня. И хочется, чтобы вы тоже умели переживать какие-то тяжелые периоды в своей жизни, даже когда кажется, что все поделено и весь мир просто против вас. Я с вами, знайте, что я с вами и я вас верю. До скорой встречи! Пока-пока!